Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем изучать заповеди. Следующая, шестая заповедь, это следовать путям Бога. Тора называет Богом милосердным. Тора называет Бога всепрощающим. Зачем Тора называет какие-то качества Творцу? Мы же сами знаем, что Творец, Он безграничный. Зачем ты его называешь милосердным? Он же сверххороший, сверхдобрый. Зачем ты даешь вот эти ярлыки, какие-то качества божественные? А Тора нам их как бы называет, чтобы мы могли уподобиться Богу. Конечно, Он великий, конечно, Он безграничный. Но ты должен стараться быть максимально приближенным к Нему и действовать так, как действовал Творец. На сколько ты это можешь? Написано в Талмуде, что Бог милосердный. Будь и ты милосердным. Бог прощает, и ты научись прощать людей. Великая-великая заповедь настраивает наши качества, чтобы мы могли уподобиться Богу. Ведь когда мы будем в раю, в райском саду, человек, который, чем больше он прокачал вот эти свои качества, максимально приближенные к Богу, тем больше он может быть с Богом в контакте. И наоборот, грешник, который не был ни милосердным, никого никогда не прощал. Понятно что, а как ты потом будешь контактировать с Богом, если ты абсолютно противоположный от Него? Поэтому, чем ближе мы вот к этим всем вот качествам Творца, тем ближе мы к самому Творцу. И Тора нам говорит, пожалуйста, старайтесь, старайтесь быть добрыми, прощать, помогать. Это в этом все всего человека. Эта заповедь имеет место быть в любое время. Эта заповедь актуальна, как для мужчин, как для женщин. Всегда и везде стараться максимально уподобиться путям великого нашего Творца. Творца